Проекты в сферах транспорта, энергетики и образования стали основными темами рабочей встречи президента России Владимира Путина с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Глава региона озвучил вопросы, по которым истровитяне хотели бы получить поддержку федерального центра. Для развития энергосистемы Курильских островов, для дальнейшего совершенствования нашей транспортной структуры, авиаструктуры, это, конечно, строительство, реконструкция взлетно-посадочной полосы Хомутова, это, конечно, строительство кампуса для наших студентов. Валерий Лимаренко подчеркнул, что островной регион нуждается в современной взлетно-посадочной полосе. Ее строительство в аэропорту Южно-Сахалинска уже началось. Новая ВПП позволит принимать все типы самолетов без ограничения по взлетной массе. Это жизненно важный вопрос, там тема была связана с сейсмикой и с завершением работы той полосы, которую мы сейчас используем. Проектирование сделано, мы приступили к строительству, уже сами деньги тратим, 6,5 миллиардов на эту работу. И была договорена, что 14 миллиардов мы получим с федерального бюджета. Без такой поддержки, конечно, глобальные такие строительства сложно проводить. И очень хорошо, что президент положительно к этому отнесся и также поддержал и другие проекты. Но в первую очередь, конечно же, воздушная гавань, у нас остров и это ворота области, соответственно, все должно быть качественно и на высшем уровне. Валерий Лимаренко рассказал о необходимости глубоководного морского порта. Он будет одним из ключевых факторов к развитию Сахалинской области. В ближайшие годы Корсаковский порт должен стать крупнейшим логистическим хабом Дальнего Востока. Но для этого требуется масштабная модернизация. Современная инфраструктура позволит создать дополнительные рабочие места. У нас же что, фактически добывается нефть, газ, все это по трубам уходит. Как только у нас появится глубоководный порт, мы можем делать переработку. А рынки сбыта, они здесь, мы прямо 30 километров от Японии живем. В этой ситуации у нас просто будет новый вектор развития. И логистический бизнес для нас будет главный наряду с нефтью, газом. Губернатор также напомнил о необходимости модернизации энергосистемы Курильских островов. На Итурупе, Кунашире, Шикатане и Промушире начнется строительство и реконструкция электросетевой инфраструктуры. Также будут введены в эксплуатацию новые мощности, в том числе на основе возобновляемых источников энергии. Поддержка федеральных властей для нас крайне важна. Немаловажно отметить и то, что был затронут вопрос модернизации энергосистемы Курильских островов. И здесь тоже есть понимание, что мы, объединив усилия, работаем до итога, до результата, до комфортной жизни каждого курильчанина. Сергей Шаров добавил, что глубокая переработка морских биоресурсов принесет больше средств в островной бюджет. Но чтобы их получить, нужно сначала вложиться в развитие. Рыбопромышленные комплексы сейчас планируют уже строить четыре перерабатывающих завода. Больше того, огромное количество сейчас лотов приготовлено для того, чтобы добывать морекультуру. Есть компании, которые хотят строить гостиничные комплексы. Нам нужно энергетику фактически модернизировать. Губернатор также напомнил, что под строительство нового кампуса САГУ уже готова строительная площадка и соответствующая документация. Попросил главу государства включить кампус Сахалинтех на базе Астранового университета в пилотный проект, который реализует правительство России. Новый статус позволит возвести корпусы вузов с привлечением федеральных средств. У нас конституционное соглашение мы готовы подписать с участием Газпромбанка. То есть, всё заряжено. Просто нужно командирское решение. Да, университет будем использовать вместе с бизнесом, вместе с Академией наук. Просто тот прорыв, который намечается экономически, он требует вот этой поддержки. Очень важная история, потому что на самом деле, чтобы не было только наших молодых умов, мы должны в Сахалинской области давать самое качественное образование. Причём, когда мы говорим о том, что развивается экономика, под это нужны высококвалифицированные кадры. И когда нет своего университета, понятно, что мы их можем только привозить. Президент Владимир Путин одобрил все озвученные проекты. Для их реализации в кратчайшие сроки глава государства пообещал поддержку на федеральном уровне. В правительство такая бумага уйдёт с моей резолюции. Так же, как и все другие, которые вы подготовили. Вот они у меня здесь все. Спасибо большое. По строительному комплексу, по транспортному. Поэтому это касается и аэропорта. Поработайте с коллегами из правительства. Возьмите копии этих документов с моими резолюциями и в правительстве поработайте, пожалуйста. За рабочей встречи президента России с губернатором Сахалинской области на островах следили многие. Поддержку со стороны Кремля в регионе считать знаковым достижением. Смотрите, какие разные сферы затронуты. И действительно хочется здесь сказать огромное спасибо нашему губернатору и правительству. О том, что видят здесь проблемы в этих областях и перспективы для того, чтобы действительно развивать эти сферы, вкладываться сюда и в целом таким образом развивать нашу Сахалинскую область. У нас будет достойное образование, если у нас будет хорошая налаженная инфраструктура. И это все будет только укреплять и помогать жителям региона оставаться здесь. А может быть еще к нам приедут, будет больше сахалинцев, курильчан. Также глава государства высоко оценил работу губернатора региона и поблагодарил, а также выразил надежду, что Сахалинская область продолжит развиваться дальше в таком же положительном темпе. В целом, конечно, ситуация у вас под контролем, я согласен с вашими оценками, она развивается в позитивном ключе, хотя проблем, конечно, достаточно, как и везде, но в целом темп набран хороший, хочу вас за это поблагодарить и выразить надежно то, что и дальше будет в таком же ключе все развиваться. У Сахалина очень хороший и большой потенциал развития. Будем все делать для того, чтобы вас поддержать. Оказанная поддержка озвученным проектом позволит увеличить количество рабочих мест и поспособствует росту благосостояния сахалинцев и курильчан.